Когда будильник на комоде взорвался, как ужасная маленькая бомба из колокольного металла, Дороти, вырванная из глубин какого-то запутанного тревожного сна, проснулась и, перевернувшись на спину, уставилась в темноту с чувством усталости во всем теле. Будильник продолжал издавать ноющий, высокочастотный шум, который продолжался бы минут пять или около того, если его не остановить. У Дороти мыло все тело, с головы до пят, и коварная, презренная жалость к себе, которая обычно охватывала ее, когда приходилось вставать утром, заставила спрятать голову под простыни и попытаться заглушить ненавистный шум. Она, однако, не поддалась усталости и, как всегда, стала резко увещевать себя уговорами во множественном числе второго лица. «Давайте, Дороти, вставайте! Пожалуйста, не спите!» Ссылка на книгу притчи Соломоновых, глава шестая, стих девятый. «Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна своего?» Потом она вспомнила, что если шум продолжится, он разбудит отца, и торопливым движением выскочила из постели, схватила будильник с комода и выключила его. Будильник стоял на комоде именно для того, чтобы ей пришлось встать с кровати, дабы его выключить. Все еще в темноте она опустилась на колени у своей постели и произнесла «Отче наш», однако довольно рассеянно, потому что ногам было очень холодно. Была всего половина шестого, довольно прохладно для августовского утра. Дороти, ее звали Дороти Хейр, и была она единственным ребенком преподобного Чарльза Хейра, пастора прихода святого Этельстана в Найпхиле, графства Сафолк. Надела свой старенький байковый халат и стала на ощупь спускаться по лестнице. Пахло пыльной утренней прохладой, влажной штукатуркой и жареными остатками вчерашнего ужина. С обеих сторон коридора на втором этаже доносился нестроенный храп отца и Элен, единственной служанки для всей работы по дому. Осторожно, поскольку кухонный стол имел неприятную особенность выпирать в темноте и бить по бедру, Дороти нащупала путь на кухню, зажгла свечу на камине и, все еще изнывая от усталости, опустилась на колени и стала разгребать пепел. Разжечь очаги.